Привет всем! Вы знаете, прекрасная музыка. Я вот думал пригласить этих ребят к себе на лекции. 100% посещаемость гарантированно. Тут меня организаторы обвесили проводами и сказали, что теперь я часть коллективного разума. То есть мы один мозг. И одна часть этого мозга, то есть я хотел спросить у вас, вы знаете, чей это автопортрет? Ван Гог, Винсент Ван Гог. Умнички. А это? Пабло Пикассо. Но этого парня вы точно знаете. Харрисон Форд, холливудский актёр. Вы знаете, что общего между всеми этими людьми? Они были больны депрессией. В мире сейчас, это очень приблизительно считается, что с этим диагнозом депрессия имеется около 350 миллионов человек. И стоимость лечения, ухода за этими больными обходится порядка 210 миллиардов долларов в год. По оценке Всемирной Организации Здравоохранения, депрессия в 2020 году станет на втором месте по причине инвалидности. То есть это болезнь, болезнь века, болезнь нашего общества. И вот интересно, что Всемирная Организация Здравоохранения провела исследование в некоторых странах как много распространенности депрессий среди населения. Как вы думаете, какая страна оказалась на первом месте по числу депрессий? Удивительно, солнечная сторона Франция. Во Франции каждый пятый диагностирован взрослого населения диагностирован депрессией. А вы знаете, есть одна страна, в которой до 2000 года не было ни одного депрессивного больного. Кто назовет мне эту страну? Китай. И не потому, что это коммунистическая страна, и все счастливы. В рамках китайской культуры депрессия не является болезнью. Это особенность личности. И с 2000 года, когда китайцы стали применять критерии депрессии у себя среди своих больных, у них сразу появилась депрессия. Но до сих пор она где-то порядка 9%. Вот это интересные факты. Число депрессивных больных постоянно растет. И у нас имеются очень серьезные проблемы. Посмотрите на этот слайд и на эти цифры. 50% больных у нас просто не диагностируется. Почему? Потому что никогда больной не придет с жалобой, что я чувствую себя несчастным, или у меня плохое настроение, или у меня потерян смысл жизни. А больной не считает это симптомами болезни. И врач не способен диагностировать. Более того, у нас нет ни одного лабораторного анализа. Мы можем взять кровь, сделать анализ крови, но это нам не поможет поставить диагноз депрессии. Диагноз депрессии ставится на основании диалога между больным и врачом. Какое условие необходимо для этого? Хотя бы один из них должен быть здоровым, что не всегда бывает. Далее. Для лечения больных депрессий мы используем лекарства, которые называются антидепрессантами. К сожалению, действие антидепрессантов развивается медленно. Где-то на второй месяц постоянного приема этих лекарств больной начинает чувствовать, что что-то меняется к лучшему. И в этот период больные испытывают только побочные эффекты этих лекарств до наступления лечебного действия. И 50% из них бросают прием лекарств в течение первых недель после начала лечения. Более того, посмотрим на последнее предложение. У 30-40% больных эти лекарства просто не действуют. И это большая-большая проблема. Долгие годы ученые занимались поисками молекулы счастья. То есть думали, что недостаток какой-то молекулы в мозге и является причиной депрессии. Эти поиски не увенчаются успехом, потому что принцип работы нашего мозга построен на нейрональных сетях, где миллионы нервных клеток объединяются в сеть. И в работе этой сети участвуют сотни тысяч молекул. И сбой в какой-то из этих молекул или у нескольких может приводить к такому эффекту. Поэтому я могу сказать, что до настоящего времени мы не знаем ни причин, ни механизмов этого заболевания. Но имеются очень много интересных теорий. И вот к одной из этих теорий я хочу, или об этой теории я хочу вам рассказать. Когда-то в 65-м году вот такой парень был ученый Мартин Целлигман. Он проводил опыты на собаках. Он помещал собаку в клетку. Сейчас эти опыты запрещены, потому что этические соображения не позволяют использовать собак в таких опытах. И он пропускал через пол клетки электрический ток. Слабый электрический ток, но достаточно неприятный для собаки. И так он делал в течение 5-6 дней. Затем на седьмой день он помещал животное в эту клетку. Тоже оказывает болевое воздействие. Но при этом дверца этой клетки оставалась открытой. И это давало возможность собаке избежать этого неприятного ощущения. Что оказалось? Что 80% собак действительно убегали из этой неприятной клетки. Но 20% оставались в ней. То есть они соглашались на эту боль. Он назвал это learned helplessness. Что в переводе на эстонском языке это Эпитуд абитус или это обученная беспомощность. Но он в своей статье написал «Я научил животных быть несчастными». А спустя несколько лет возникла теория, что в основе депрессии лежит вот здесь эта формулировка приведена формирование устойчивых негативных схем, которые фиксированы в мозге вследствие недостаточной пластичности мозга. То есть человек обучается быть несчастным, но в то же время пластичность мозга не позволяет ему переучиться и стать счастливым. Это очень интересная теория. Посмотрите, ведь наш мозг очень стабильный. И он должен быть стабильным. Он должен помнить информацию, он должен помнить навыки. Это только в основе этого лежит его стабильность. Но в то же время мозг бомбардируется огромным потоком информации визуальной, вербальной. Он слышит, он видит. Он постоянно находится под стрессом. И эта стабильность может быть достигнута только вследствие его пластичности. При отсутствии пластичности это информационный поток, эта бомбардировка может разрушить наш мозг. Пластичность мозга. Это необходимое для обучения, и это также необходимое для переобучения. Поразительная пластичность мозга наблюдается у детей. Годовалый ребенок может учить тысячу раз больше, чем взрослый человек. У них удивительная пластичность. Вот за эту пластичность, за способность обучения отвечает маленькая структура мозга, которая называется хиппокампус. Хиппокампус. Хиппокамп – это в переводе значит «морской конек». Действительно, если он выделен, вот здесь он показан в мозге, видите, желтым цветом, и вот как выглядит эта структура. Действительно, она напоминает морской конек. Для чего нужна эта структура? Оказывается, эта структура ответственна за формирование памяти. И эта информация, которая лежит в основе памяти, находится в этой структуре в течение двух недель. Затем она пересылается в другие отделы мозга. Хиппокамп очищается старой информацией и способен снова воспринимать новую информацию. И вот в этой структуре было найдено, что это единственное или, может быть, одно из немногих мест в мозге, где постоянно идет образование новых нервных клеток. Этот процесс называется нейрогенезом. И этот нейрогенез был найден не только там у детей, он был найден и во взрослом мозге. Где-то в сутки там прибавляется 600 до 800 нервных клеток. И они становятся нервными клетками, встраиваются в нейрональные сети и способны воспринимать новую информацию, способность переучиваться. И вот этот нейрогенез показан на этой схеме. Мы видим вот эти синим цветом показаны новые клеточки. Что было обнаружено? Что у больных, совершивших суицид, количество этих новых клеток снижено. У больных, переживших тяжелую психологическую травму, количество этих клеток снижено. Меньше нейронов рождается в этой структуре. И ученые предположили, что это и лежит в основе депрессии. Возник вопрос, а что же, как же мы можем повлиять на пластичность гипокампа и на этот нейрогенез? И вот здесь тоже написано. Именно снижение нейрогенеза может лежить в основе депрессии. Я вам хочу показать один слайд. Пожалуйста, обратите внимание. Мы умеем окрашивать эти новые клетки, которые рождаются в гипокампе. Например, здесь черным цветом показано, и рядом красным цветом. Вот эти красненькие точечки – это новорожденная нервная клетка. И вот сравнили этот нейрогенез в контроле и раннер, бегун. Кто бегает? Физическая нагрузка. Что мы видим? Посмотрите, как изменилось количество этих новых клеток. Оказывается, физические нагрузки очень здорово стимулируют нейрогенез. То же самое, оказалось, действие оказывает антидепрессант флуоксетин, прозак. Он тоже усиливал или увеличивал количество новых клеток. Что же еще способствует увлечению этих клеток? Обогащенная внешняя среда. Игрушки ребенка несут на себя вот эту нагрузку. Они стимулируют нейрогенез ребенка. Что у взрослого может стимулировать? Что у взрослого может быть обогащенной внешней средой? Путешествие. Это тоже обогащение нервной среды. Интересно. Проведено было исследование на водителях такси, которые должны постоянно запоминать, ориентироваться. Оказалось, что объем гиппокампа у водителей такси гораздо больше, чем в среднем у популяции. В лондонском такси. Эта публикация была очень интересной, во всяком случае. Далее. Я хочу вам показать этот слайд. Может быть, мне заведут видео организаторы этой конференции. Здесь показан ребенок. Молодые мамы. У кого есть дети такого возраста. Вы заметили, как они ходят? Они ведь никогда не ходят, как некоторые говорят, нормально. Они прыгают. У меня трое внуков, и они все скачут. Никто не ходит нормально. И вот часто я слышу, мама говорит, что ты прыгаешь, ходи нормально. Никогда не скажите этого вашим детям. Оказывается, что вот этот прыжковый ход, он способствует нейрогенезу в гиппокампе. Это интересная вещь, которая обнаружена была совсем недавно. То есть дети, прыгая, мозг посылает им сигнал прыгать, и прыгая, они улучшают пластичность мозга. Это очень здорово. Мне нравятся дети. Вот. Вот она, пошла. Видите как? Класс. Я уже так не прыгаю. Так, пойдем дальше. Вот, посмотрите, вот здесь я показываю, вот это несколько вещей, которые улучшают нашу пластичность мозга и способность нашего мозга к переучиванию. И вот здесь это физическая активность, это путешествия, это антидепрессанты, когда это необходимо. Но сразу возникает вопрос, а почему же тогда это все у больных иногда не действует? Видите ли, мы вот этими вещами мы даем возможность мозгу переобучиться. Но переобучиться человек должен сам. Ведь, по сути дела, все, что мы знаем, мы выучили сами. Ни профессора, ни учителя в школе. Учителя вообще все портят. Не заставят нас учить. Учиться мы должны сами. А вот эти вещи, они нам просто дадут возможность, нам откроют дверь к этому переобучению. Вот такие вещи я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...